здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня я предлагаю вам поговорить о туризме да да потому что это 2020 год был довольно сложным хотя многие успели отдохнуть на новогодние праздники и даже отдохнуть на 23 февраля и 8 марта потом пришла пандемия пришло сложное время но все-таки мы его судя по всему пережили очень будем надеяться что второй волны не будет силу ряда причин потому что ко многому уже готовы и мне кажется что эти новогодние праздники ближайшие к нам вы наверное сможете уже провести вдали от родины я по крайней мере на это рассчитываю ну а что же такое туризм сегодня пост пандемии так скажем нам расскажет любовь на умова генеральный директор туристического агентства здравствуйте любовь здравствуйте я понимаю что конечно у всех был сложный период просто у любого человека и с профессиональной точки зрения туризм туризм туристические организации которые занимаются туризмом конечно наверное больше всего ненавидят к вид потому что просто потеряли работу на это время я уж не говорю про то что необходимо было видимо как-то возвернуть туры и так далее сейчас идут разговоры по ваучеризации потому чтобы как-то люди могли все таки заплаченные деньги за перелеты вернуть и так далее но сейчас не об этом давайте мы поговорим все таки есть какой-то подъем какое-то желание у людей потихоньку полегоньку открывается ну во первых есть внутреннее российское движение на туристическое его как бы немножко даже так взбаламутила вся эта ситуация вот и потихоньку начинает уже открываться там турция открывается некоторые другие страны в которые пока еще нет прямого сообщения или например есть авиасообщение там те же объединенные арабские эмираты только вместо 60 рейсов 2 но тем не менее и стоимость другая мы чувствуем некое возвращение скажите пожалуйста вас забрасывают вопросами когда жизнь туристическая наладятся вот это первый вопрос безусловно да много звонков поступает в день и поступала и даже с того момента как началась пандемия было очень много звонков было очень много вопросов что нас ждет почему мы придем когда откроют страны какие страны будут открываться по сравнению с тем что турция сейчас открыта безусловно очень большой поток сейчас ринулся вы именно в эту страну постольку поскольку она сейчас является не то чтобы он куб конкурентоспособны она лидирующая страна 1 она одна да у нее нет никого собственно дорогая сейчас вот билета по сравнению с обычный традиционный когда есть выбор если если сравнивать и брать вот например статистику того года и нынешнего года цены такие же туроператор абсолютно правильно поступили они очень хорошую политику заняли в этом вопросе они ну уравняли например стоимость в евро по отношению курсу рубля то есть мне не нужно слишком следить за курсами евро потому что не не сильно будет они адаптируют они адаптируют они безусловно тоже как бы смотрят на спрос ну в среднем сколько стоит как продажи 9 дней да я не беру 14 дней ну хорошо так вот смотри национальный вариант сколько стоит 4 человека я отправила буквально 24 августа в билег хороша это пятерка я не знаю может быть вы его знаете билег бич вот на четверых на четверых взрослых это было хорошее на фамилии рома сто двадцать тысяч то есть на сто двадцать тридцать человек начал 30 тысяч на человек я считаю что это более чем хоро 6 7 ночей входит перелет обязательно это полный пакет вот тут очень много вопросов с полным пакетом мы же twitter читаем фейсбук и так далее все говорят что турция стала не то что то все включено когда ты приходил во первых никаких программ нет никаких аниматоров нет и еду ты не можешь сам брать кто-то ее выдает это действительно так относительно еды да согласно но вы знаете это не совсем плохо я очень со многими туристами разговаривал по поводу этого да и сама придерживаясь того мнения что ну вы наверно тоже летаете и летали и будете летать да дело в том что когда заходишь общепит ресторан ли там в бар ли в кафе там все ну просто как бы таких огромных емкостях на стоит столовая да и это проходишь и накладываешь сам я считаю что это даже с точки зрения не гигиенично потому что очень многие идут прям с пляжа в паре он волосы песок да очень многие дети то берут пирожное то откладывают обратно сейчас работники с либо столовая либо ресторана да не накладывать но очень было большое опасение очень было много ту туристов вопросов таких как нет сейчас как бы исчерпал свое свое такое как бы название до своей системы как ну все включено что когда что как бы вот тебе дали порцию иди кушай и все и уходи нет такого нет абсолютно если тебе понравилось блюдо ты можешь и 1 и 2 и 3 4 5 пока не наешься ты подходи наложат тебе не откажут все это ерунда в плане анимации да они более лайтовые да они конечно не такие динамичные может быть их уже не столько разновидности но они есть то есть какую-то программу для туристов пытаются делать а как же приходит даже должны заниматься равно конечно за что я плачу хорошо перелет ладно тем более нас все научились считать тем более если есть такие семьи которые в турцию обязательно летают каждый год ты еще может быть какой-то раз причем несколько раз разные периоды и вот вы знаете я знаю что там так а вы мне тут предлагаете я просто читал вот эти понятно что знаете это еще такое возмущение когда ты туда полетел вот ты вроде бы добился и вдруг тебе там чего-то вроде бы как не додали ты начинаешь возмущаться ну хорошо завершая тему турции мы прекрасно понимаем что такое три звезды в турции что такое 3 звезды где-нибудь во франции что такое 5 звезд турции и что такое 5 звезд где-нибудь там в египте кстати в другую сторону сравнения насколько сегодня турецкий туристический рынок меняется в сторону все таки вот уже такой стандартизации когда я воспользуюсь услугами туристического агентства или я воспользуюсь какой-нибудь просто компании сам куплю себе да ну номера какие-то как не попасть на якобы пятизвездочный отель или якобы четырехзвездочный потому что он и одной звезды не стоит как они там работают в этом направлении они подтверждают как-то эти звезды безусловно они подтверждают но самое главное конечно это будет зависеть от того что вы хотите получить от своего отдыха если вы обращаетесь туристическое агентство менеджера вам всегда расскажут что вам ждать от этого отеля тот вариант чего вам ждать не стоит потому что есть три звезды в турции них не буду называть но они есть они это немецкие отели они недавно буквально может быть три-четыре года открыты для на русского потока но для российских граждан так вот вот это вот трешка она заткнет за пояс многих пятерок но значит то ли я узнаю для себя безусловно да я озвучиваю они работают над этим надо увеличением да конечно и качество улучшением к конечно любых отельер с каждым годом он улучшает и улучшает качество своего продукта еще один вопрос и завершаем тему турции скажите пожалуйста ковид тоже слухи ходят что чуть ли не вспышки там какие-то что приезжают больные но слухи на земля слухами полнится насколько там безопасно с точки зрения вот этой ситуации и тут даже говорят некоторые что заставляет чуть ли не воду в повязках в этой маске то ходить это действительно так это не так я не люблю честно признаться вот относительно себя не разговаривать про услуги я всегда ориентируюсь на отзывы своих туристов у меня есть прямая практика что пишут нет говорят говорят у меня уже много туристов посетили турцию в этом году прилетели прекрасно отдохнули весь персонал практически на в турции да действительно ходят масках чтобы ходил турист в маске по территории ли там либо там но если выходит из территории гостиничного комплекса нет таких обязанностей нету и навязывание таких нету все на стать на достаточно лайтово хотите одевайте ходить и хотите нет относительно отели очень многие получили сертификаты которые конечно сюда включили комплекс что они профилактических да профилактические услуги хорошо а если например сегодня вопрос такой подпольный для туристического агентства человек просто хочет сам прилететь в турцию сам забронировать отель не возбраняется конечно что на границе происходит сейчас турции вот и все есть документы нужно делать как 14 дней там сидеть или нужно сделать только анализ какой-то нет таких требований нет безусловно вы покупаете отель так покупаете себе трансфер если он вам нужен может быть вас там кто-то будет встречать может быть там в гости яйца это безусловно вы покупаете себе медицинскую страховку из билеты а справка справка нет справка нужно и летите летю так по возвращению вы обязаны в трехдневный срок здесь москве да пройти тест и выложить на госуслуги в трехдневный срок все если я не выложил ну штраф до 40 тысяч ну как интересно вот так вот хорошо мы слышали что открывается потихоньку каир открывается греция но тоже как-то привезем потом вроде бы откроет больше может быть тогда и возникнет рейс значит в египет через каир летать наверное я слышал цена там в районе 80 тысяч и плюс если например чем мальдивы у нас открылись по моему тоже можно туда каким-то образом добраться там вообще что-то 100 120 тысяч рублей стоит это действительно такие цены выгодно сейчас лететь шарм-эль-шейх через каир нет не выгодно он карьер и раньше был закрыт до пандемии но особого потока не было то есть египет по-прежнему у нас подвешен он стоит такой как бы он достаточно не дни дина не динамичные на рынке относительно мальдив сейчас туда лететь ну летит конечно на турист но дорога там не то чтобы дорого там не сезон пока там сезон где-то с ноября сейчас пока там мусоны и не очень комфортно я сама была на мальдивах я я была в декабре это там очень высокая влажность даже в декабре когда тогда на мальдивы полетим февраля февраль январь до летом тоже летят туристы но говорим такого особого потока нет он до мальдивы попасть очень просто туда летит прямой перелет его осуществляет такая компания великая как аэрофлот то есть грубо говоря опять же можно просто купить не пользуясь услугами но если все таки брать туристических то есть к вам были обращения сейчас на мальдивы или вот нет не было так дело в том что на мальдивы как раз это та страна как куда вам проще добраться самому то есть вы покупаете просто отель либо напрямую либо через туроператор либо через турагентство и сами берете билеты постольку поскольку авиабилеты постольку поскольку чартерных бортов не существовало не существует но это понятно это не стыковочный что очень проблематично мы для многих вот для меня относительно взлет посадка тяжеловато если их две или три да а есть и две да безусловно вот прямой перелет только вот горь через аэрофлот на час минутка остается до перерыва вот последнее что сказать в качестве на сегодняшний день все-таки как вы считаете мы поговорим о других направлениях еще все-таки как вы чувствуете туристические агентства в состоянии помочь с выбором или все-таки человеку самому нужно определиться и попытать одну без туристических мы же не секрет что с появлением вот этих всевозможных компаний то сельским агентством стало сразу тяжелее они задумываются над турами и если это какая-то необычная страна или внутри россии какой-нибудь петропавловск камчатский я там был там без тура невозможно да вот то есть люди чаще самостоятельно что-то проектируют в своей жизни туристической или все-таки по-прежнему к вам еще обращаются нет конечно через туристу агентство и туристу проще и он уже осведомлен куда он летит что он получит что за продукт какие услуги будут предоставлены он и спросит потом за это ну ничего ничего страшно так это и надо так сделать конечно сейчас у нас небольшая пауза напомню что у нас гостях любовь наумова генеральный директор туристического агентства и знаете что приятно мы говорим о туризме потому что мы надеемся что второй волны не будет до встречи эта программа открытый диалог напомню что у нас гостях любовь наумова генеральный директор туристического агентства он продолжаем разговоры туризме наверное что когда представители разных различных туристических агентств стали получать приглашения для интервью у них как-то жизнь удалась потому что был такой действительно застойный период мы поговорили в первой части о турции потому что это наиболее сейчас такое востребованное направление у нас остается еще два главных вопроса это внутренний туризм и туризм куда еще можно полететь начну с простого потому что тут наверное у нас будет короткий разговор куда еще можно выбраться мы слышали что вроде бы черногория то ли открылась то ли потом закрылась потом опять же я говорил про грецию который тоже пытается что-то делать великобритания открылась сейчас вроде бы собираются опять закрываться непонятно дальше какие-то бывшие республики а советская тот же евросоюз про польшу все говорили что будут летать самолеты чуть ли не со 2 сентября но как-то ничего это не случилось то есть больше пока не никуда или какими-то хитрыми путями за 100 200 тысяч рублей можно долететь тремя самолетами ну относительно туристического агентства мы больше ничего и не предлагаем если это касается зарубежного отпуска отдыха я понимаю ну вот пусть будет три самолета я заплачу вы же можете так сделать ему подобрать тур или смотря куда смотря куда но в любом случае черногорию хочу в черногорию у меня там девушка живет сделайте мне черногорию я не хочу дома сидеть вот это залазить во все эти компании просто лучше вам заплачу мы зачастую отказываем туристам поскольку поскольку есть такая практика когда сначала турист соглашается потом когда он уже вымотанный прилетает в какую-то страну там с пятью пересадками и его вздоху да по итогу он нам потом ставит как бы такой вопрос что неужели вы нас не могли предупредить насколько это сложно с этими чемоданами выгрузились там в какой-то там нейтральной зоне нам нужно стоять побывать да потом опять вот этот поток потом на сдача багажа потом и вот мало того смотря какая стыковка а если человек сидит сутки ждет следующего рейса но понятно если вы пока все таки стараетесь ждете открыть нам лучше вот конечно работать именно с пакетным тором и мы скажете завершая тему зарубежных поездок которые действительно я я прямо чувствую что хочется настанет день когда любовь придет к нам и скажет а еще у нас есть греция еще нас есть кипр еще нас есть евросоюз а еще ты да 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 и времени хватит но пока этого нет последний просто просто какие-то слухи есть уважаешь там какие-то бродят инсайдерская информация что нам ждать когда или никогда до 1 января еще есть и ожидание мы очень 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 ждем все вся вот туристической индустрии ждем открытия все таки таких городов как хургады шармальшеях вот нас это конечно спасет турция плюс это это уже хорошо конечно дело в том что если турция когда-то она была только сезонной страной два последних 23 года последних она конечно вышла уже на круглогодичную потому что даже феврале летят в турцию просто погулять дышать хороший приятного всем там атмосфера хорошо там встречают русского туриста вот то египет конечно безусловно особенно шармальшех мало того там же ведь через табу если табу прилетел ты попадаешь просто еще в израиль то есть ты прилетаешь в одну страну побывал в двух странах причем израиль это достаточно конечно ну такая интересная страна для русского человека был тура заданного той истории за один день объехал все что необходимо очень быстро но это не хочется везде задержаться то есть если будет возможность взять тур длиннее да там в одном иерусалиме конечно же часов там не хватает там надо хотя бы пожить какое-то время побродить посмотреть это называется комбинированный тур конечно хорошо я очень жду вас когда откроются все врата и полетим куда угодно тем более что как раз перед пандемией появилось столько всяких направлений столько вариантов и стоимость была доступна и можно было подобрать но за смешные деньги вот этот вопрос плавно перехожу на внутренний рынок казалось бы тут должен быть всплеск он произошел в этом году после отмены вот конкретных таких серьезных пандемийных ограничений посещение черного побережья он произошел данту обращение именно в тор агентство нет особого спроса не было потому что все не не все очень многие просто ехали на машине на черное побережье тот же крым например в те же сочи я успел сочи слетать за три тысячи рублей их открыли 21 июня 21 июня туда обратно три тысячи обращение стр агентства нет через пять дней самостоятельно до людей вот как раз к дню победы вере победах параду победы да у нас в этом году он был 24 июня огромное количество было людей в сочи получилось так что я там был этот момент и с каждым днем поток увеличил увеличивались конечно но это были все таки наверное не туристические агентства будут возникает вопрос я бывал в петропавловске камчатском замечательная была экскурсия фантастическая была в на байкал это те места куда хочется еще раз вернуться и пройти все эти с одной стороны круги ада что были палатки же не вернуться возвращаться возвращаться потому что это горные реки это когда ты под дождем это когда росомаха живая на тебя смотрит и стоит рядом охранник с ружьем потому что росомаха страшнее чем медведь вот это восхождение на вулканы и это бездорожье когда на камазе и это но в общем безумное ощущение когда ты даже забываешь из а сколько тебе лет своем теле тогда когда хорошая компания собирается из разных людей вот это байкал который летом один зимой это другая история вот в конце концов это мир минеральные воды вот это все туры как который мы не можем обойтись без туристического агентства ну почему не можем можем я хотела бы ваш список вот еще добавил дополнить а вы знаете я не слышала в этом году чтобы рекламировали азовское побережье ведь она совсем не уступает черному морю но почему-то мы про него забыли у нас сочи крым сочи крым мы ни разу несколько там про керчь например там про есть даже прекрасное азовское побережье причем мелкий ракушечник в перемешку с песком плавный заход это вы для пляжников а я говорю про то что страну посмотреть это когда вот когда мы были вот в этих она как бы познавательное то познавательное агентство передает сегодня мы петропавловске камчатском один день мы живем гостиницы потом нас принимает следующая организация везет значит смотреть медведей на следующий день мы идем на вертолеты сами их оплачиваем что безумно дорого на вертолете мы летим на долину гейзеров там нас встречает другой это все расписано где-то вот сверх туристического агентства и тур стоил ну по тем временам больших денег но все равно благодаря акции на авиабилетах мы сэкономили вот если спрос сегодня на такие многоходовые внутренние рейсы нет объясню почему потому что вы берете и билеты и отели как просто турист так и турагентство мы берем из общей базы мы покупаем также по одному тарифу билеты на регулярные рейсы мало того мы же не можем работать просто ну просто работа чтобы вот продать либо купить этот билет мы делаем туристическое агентство делать свою накрутку это по если вы берете например тот же рейс ну например там грубо говоря там за 3000 мы мы вам его продадим если вы к нам обратитесь мы вам его продаем за 3500 например и пошло плюс 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 тогда возникает вопрос самый жесткий да зачем вы нужны да поэтому я вам говорю что вот эти комбинированные туры которые обрастают многими-многими услугами они настолько если брать его через турагентство они утяжеляют но с другой стороны же с другой стороны вы же можете выстроить так логистику удобную для туриста чтобы все было схвачено и все получают небольшой процент и вы мне говорите ну я понимаю прекрасно что где-то 10 процентов там накрутки но я не сижу дома 24 часа не мониторю как куда это все состыковать а специальные люди все это мне я за это и плачу не мы же говорим про поток мы же говорим то это все индивидуально да нет безусловно я не могу сказать что турагентство про вообще не занимается собирательными такими тормами занимаются это интересно это очень интересно делать акцент на интерес туриста что он хочет увидеть что он хочет посмотреть куда слетать это интересно что ну массовости нету на этом не заработаем чем массовый сейчас внутренний рынок кроме сочи крыма куда еще народ может поехать просто вот в город как у нас в москве московской области висят плакаты если вы не были в тули что-то там то вы нигде не золотое кольцо пожалуйста да конечно по-прежнему работа помощи города какие-то добавляются потихоньку под шумок в это золотое кольцо и это достаточно интересно на самом деле у меня даже вот я смотрю от меня брат родной он ездил каждый год в белоруссию сейчас он прекрасно на своей машине поехал в тамбов посмотреть просто тамбов причем тамбов же он же ведь он там никогда не было практически войны он сохранился сохранился да посмотрите вот эти вот ну постройки старинные они по моему не превышают трехэтажных домов это тоже интересно по набережной погулять один такой момент в моей жизни был период когда был чемпионат мира по футболу есть такой город саранск так билет на футбол тогда удалось купить за 1800 рублей это была большая глупость потому что стоимость суточного проживания в этом городе везде в гостинице в домике но чуть ли не на вокзале начинался от 20 тысяч рублей за сутки поэтому пришлось сразу и воспользоваться услугами тогда ходили бесплатные поезда вопрос правильно ли я понимаю что как только какой-то город начинает входить в туристическую ну скажем сеть то стоимость проживания в этом городе сразу резко увеличивается для туриста который хотел бы воспользоваться его услугами то есть начинает зарабатывать на и конечно конечно он просто становится ликвидным спрос рождать предложение безусловно но на сегодняшний внутренний туризм к мы можем сказать что он как-то восстановился потому что я во время пандемии когда-то уже заканчивалась эта история в одном городе я ехал требовали пропуск и ничего все говорили вы тут нас не останавливаетесь нет ну и езжайте с богом вот и в другом где-то надо было 14 дней отсидеть по приезду сейчас он восстановился лучше понятно наверное лучше чем зарубежным тем не менее я могу сказать так что он не восстановился а его принудительно восстановили у нас есть программа загнали загнали в рамки но в любом случае я конечно я патриот своей страны я ее очень люблю и и просторы луга леса все я люблю но хочется посмотреть все практически 80 процентов которые побывали в сочи либо в крыму все в любом случае отзвонились и масса много людей отзвони сказали любовь а теперь в турцию а теперь в турцию а теперь в турцию ну что любой мы будем надеяться что вы прийти к нам и будете рассказывать о том когда откроется мама просто невозможно будет влезть в программу все направления потому что я тоже люблю по возможности путешествовать смотреть что-то новое понятно что мы сейчас будем как-то по-новому приезжать в те же города я очень надеюсь что может быть к первым января все таки как-то откроется потому что у нас будет целых 10 очень надеюсь на это очень очень надеемся надеется любовь на умова генеральный директор туристического агентства надеюсь я николай пивненко и почему-то я уверен что надеетесь и вы всего вам доброго это была программа открытый диалог до свидания что и и и и и